Так, как вы пришли к такой прикольной теме разбирать людей? Как-то вот само так пришлось. У нас постоянно спрашивают, а протипируйте вот кого-нибудь. Ну и мы начали типировать кого-нибудь, поэтому вот так вот и пришли к этому. Гришковец Милаха, конечно, но в основном на сцене. Если вы не смотрели его интервью, то посмотрите, потому что в интервью это нечто совершенно другое. Да, более того, мы когда его посмотрели, он там рассказывал про Шнура, вот, и Шнур ему очень сильно не нравится. И Лукашенко мы типировали, у нас даже был белорусский стрим не так давно, можете зайти посмотреть. Мы там всех типировали кандидатов, еще на тот момент кандидатов в Презики, вот. И про нынешнюю Тихановскую мы тоже говорили. Гамма против Шнура, так ему и Лебедев не нравится, потому что матом ругается, а даже на флоте не служил. Вот-вот-вот. В общем, товарища Гришковца мы притипировали целиком, ну то есть и по соционике, и по психософии. Вырисовалось там это самое. Да, по психософии такая версия с наибольшей вероятностью, по соционике прям все шикарно. Да, он у нас в Калининграде, у него дом есть, он тут иногда живет. Ну, в интервью он говорил так, как будто бы уже не иногда, а уже прям совсем. Раньше он говорил, что иногда, а теперь вот. У него очень интересное сочетание типов получилось по соционике, по психософии. Не стандартное. Не стандартное. Ну, как сказать? Не самая частая. Ну да, просто психософский тип достаточно редкий. Ну, например, про того же самого Шнурова рассказывал, что вот он был раньше рок-н-ролльщик, а сейчас вот он продался, потерял свою рок-н-ролльскую сущность. Это чисто коммерция. Что он очень циничный, что он несчастлив, он презирает себя, презирает других людей. И это все так некрасиво, так неприятно. И вот он об этом рассуждал, он там, я не знаю, пол интервью не мог успокоиться. Прям несколько. Несколько раз просили. Несколько прям интервью там было, частей. Еще он рассказывал, это еще и по психософии, он очень сильно не любит, когда, но это в принципе никому не нравится, когда кто-то опаздывает на его выступление, и он прям объясняет, почему. То есть человек, который опоздал на его, начало его спектакля, он уже ничего не поймет. Он упустил главную мысль в начале. И он вообще там не уважает никого, и он рассказывал, что вот были какие-то люди, там важные какие-то местные чиновники. И он прям отчитывал, прям вот прервал спектакль и отчитывал, что вот человек опоздал. У него даже там бычили или что-то такое, и в итоге он так отчитал, что люди сами этого человека выгнали. И, собственно, у него вот этой информации больше всего, этического характера. Еще он очень любит отстаивать границы именно вот такими отчитываниями. То есть опять же, вот говорит, что если ко мне на спектакль будут опаздывать, если я не буду это пресекать, то есть понимаете, он прям может остановить спектакль и начать человека отчитывать за то, что у него там телефон зазвонил, или за то, что он там еще что-то сделал не то, и он прям тормозит спектакль и начинает с человеком разбираться, и что и как, и говорит, что вот если я не буду отстаивать там свои границы, свои права, то это же все начнет там куда-то процветать, тра-та-та. Но это очень такой третьевольный загон. У него очень 3В, оно очень критично настроено ко всему. Вот это не 1В. Это не 1В, ребята. Это не 1В. Если вы хотите посмотреть на драйзера с первой воли, как он реагирует на что-нибудь происходящее не то в зале, посмотрите, есть Владимир Соловьев, которого очень многие не любят. Есть всякие видосы, когда там какая-нибудь посланница Навального или, ну, кого-то в духе Навального, там начинает из зала что-то истерить, ему предъявы какие-то кидать. И как Соловьев разрубил ситуацию с первой волей. А вот у Гришковца у него как раз-таки третья воля, то есть попытка доминировать и вот это вот всё. Попытка процесса вот этого, что вот я вам сейчас объясню, что вот так надо, вот так не надо. Там ещё, конечно, этика примешивается сильная. Но всё-таки это третьевольная очень история. И у него вторая эмоция, да, если вы смотрели его спектакли и вообще представляете себе его творчество, то у него действительно очень много... И он... Почему его спектакли вообще у многих резонируют? Потому что он описывает биоэтическую штуку, что внутри у человека происходит. Причём это описывает так, что вот у многого, типа, блин, это про меня, у меня тоже так, вот этот эффект узнавания и вот это вот всё. Ещё у него бои в спектаклях много. Да, ну дальше Финт ушами, он не Февел, он не Дюма. Мы у него не нашли ничего вообще за физику, за первую. А физика у него просто в подстройке. Собственно, его спрашивали, типа, как же так, вот вы там 100 дней в году находитесь постоянно в перелётах. Ну, то есть реально он дома не бывает и он там всё время где-нибудь ночует по каким-нибудь там гостиницам, вот это вот всё. И он говорит, что просто надо, говорит, это полюбить и типа, и всё нормально. Вот. При этом у него очень много за доминанту по логике. Он весь такой из себя филолог. Он очень много внимания уделяет там деталям. Они там что-то в интервью в каком-то обсуждали, какие-то филологические вопросы. Он очень критично настроен на тему того, что вот у меня в спектакле я там рассуждаю о сущности таких-то вопросов. Потом я рассуждаю о сущности других-то вопросов. При этом это этик. То есть логика психосовская у него какая-то выше четвёрки. Да, ну и по факту получается, что она у него выше всего. Она у него очень принципиальная, очень критичная, очень такая доминирующая. При этом он говорит, что я вообще не люблю там повторяться, не люблю говорить два раза. Это за результат по логике. И получается, что да, наш паскуль. Наш паскуль, если вы понимаете, о чём это. Это не самый частый тип, который попадается. В него очень много любят люди себя типировать. Это так же, как и в Сократов, Паскали, Лао Цзит, самые топовые типы, в которые люди любят типироваться, но по факту ими не являются чаще всего. Но они не так часто встречаются. Но случай с Гришковцом, это реально паскуль, то есть это сенсорик с последней физикой и с высокой логикой. Вот он такой себе интересный способ реализации выбрал. У него ещё эмоция местами похожа на доминирующую, мы даже третью предполагали эмоцию. Но это так воля шалит. Потому что вторая эмоция с доминирующей, с третьей волей, она становится такой более экзальтированной, более принципиальной. Ну, потому что воля, в принципе, влияет на такие процессы. А, и ещё у него был такой момент, его спрашивали, не выступает ли он на корпоративах. И вот тут тоже это в копилку того, что у него физика не первая, она у него последняя. Он принципиально отказывается вообще выступать на каких бы то ни было корпоративах, для кого бы то ни было, сколько бы ему не платили. Он говорит, если человек хочет увидеть мой спектакль, он должен просто купить билет и прийти в театр. То есть, я выступаю только в театре. И сколько там будут платить, типа, это неважно. Вот, тут достаточно вспомнить, как у него Дмитрия Нагиева с первым физолом, который сниматься готов в любой параше, если за это будут платить. То есть, ну, вообще неважно. То есть, у него совершенно другая позиция на этот счёт. Не у всех так, не обязательно так, но вот такой вот прикол. Ещё ему очень сильно претит мысль, что его кто-то может купить и заказать, и он будет вынужден прийти и перед кем-то выступать. Это третьевольная такая тоже очень история, что вот из серии «Я кому-то там что-то буду должен, и меня кто-то купил». Вот третьеволи могут очень переживать по таким темам, они могут быть для них очень чувствительными, очень принципиальными. Почему Паскаль редкий, а кто же его знает? Большинство людей с высокой физикой нужны с точки зрения выживания. То есть, природе нужно, чтобы рождалось больше людей с высоким физолом. Паскаль – это такой, знаете, человек, ну, это, много таких людей не надо с последней физикой. Ну, сколько нам нужно грешковцов для нормального существования цивилизации, ну, подумайте. Кто нам нужен больше? Вот люди, которые будут обеспечивать всеми благами материальными, чтобы было что кушать, где жить, что одеть, чем лечиться и так далее. Или нам нужен спектакль грешковца, чтобы везде был, вместо еды. Вот, внимание, вопрос. Это точно так же, почему там альфы не очень много, вот этих вот исследователей, которые очень редкие такие птицы. Паскаль редкие. Типы с четвертой физикой, они периодически бывают, но они такие, просто чтобы было какое-то разнообразие во всей нашей популяции. 1В4Ф вероятность не очень высока, да, это не самые частые типы. Они бывают, и они у нас бывают иногда, но, блин, общая статистика показывает, что высокий физол природе нужнее всего. Хотя сейчас типы с низкой физикой, они могут быть очень такими козырными. Особенно с четвертой физикой, потому что там и логика выше, и воля где-то выше, поэтому... Эйнштейн тоже не особо, но это примерно из той же оперы, что и Паскаль с последней физикой. Физика, она с физическим выживанием. Без искусства человек может протянуть в экстремальных условиях, вот, а вот без еды, без какой-то безопасности физической уже не может. Куда применяться с четвертой физикой? Куда угодно. Вот Гришковец реализуется вот в таком театральном искусстве. То есть куда-то в какую-то абстрактную тему. Да, и сейчас очень большой такой спектр реализации для людей с четвертой конкретной физикой, потому что, опять же, интеллектуальная деятельность, да, творческая деятельность, да, интеллектуально-управленческая, творческо-управленческая, то есть это такие все сферы, для которых, вот, для реализации, в которых сейчас есть очень много вариантов, возможностей, очень большие перспективы, потому что есть там какие-нибудь, я не знаю, еще 50 лет назад, с этим совсем было сложнее. Если еще там 50 лет откатить, с этим было вообще очень сложно, а сейчас для низких физик вообще раздолье и прекрасно, замечательно можно жить. Ну да, вот музыкой занимается вполне, то есть какие-то абстрактные темы, которые нельзя пощупать, то есть не производство булочек, кирпичей или там кроссовок, или там каких-то услуг оказания материальных, а именно что-то такое, неосязаемое. И в наше же время все большую ценность приобретают именно идеи абстрактные, а не какой-то физический товар конкретный. Хотя и физический товар тоже никто не отменял, людям по-прежнему нужно кушать, одеваться и вот это вот все. Друзья, самые ленивые первые физики, мы уже, мы просто повторяем это каждый вебинар, потому что какой-то личный комфорт превыше всего для человека может быть, и поэтому это все может превращаться в лень. Ну и плюс, если, конечно, у вас нет сил, вы ленитесь, то проверяйте там здоровье, нервишки, потому что иногда дело совсем не в типе. Так, вот что касается Гришковца, вот, на него тоже нам донатили, вот, и он такой вот, ну, не самый частый, не самое частое сочетание типов, драйзер с последней физикой. Гришковца 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 Гришковца